Это по определению, все здесь хорошее, так что здесь с этим поднимают. Спасибо. Неловко, конечно, спускаться с высот романтической риторики, с катурм романтической риторики и высот духовного самосовершенствования к мотиву Мизмена, но мой наклад будет посвящен совершенно, ну, чуть другой эпохе и другим материям, материям совершенно материальным. И свой, может быть, более многообещающий, чем мой сам наклад-заголовок, я позволю себе уточнить. Да, это, значит, Лермонтовский проект Краевского, но сегодня я бы хотела поговорить, значит, о выгоде коммерческой и авторском праве. А эпиграфу бы я взяла строчку из, даже две строки, из-за творения поэту Бородинского, Детский и Итальянсу. Ну, а насколько они соответствуют реальной ситуации, я, наверное, это, может, сможет быть, можно будет оценить ближе к концу доклад. Значит, итак, на финансе о вкладе Краевского, восстановление литературной репутации Лермонтова и сохранение его наследия, кажется, нет нужды. Хорошо известно, что Краевский постоянно печатал Лермонтова в отечественных записках, начиная с самого первого номера журнала, принимал живую участие в созданиях прижимных лермонтовских книг, стихотворения 1940 года и «Герой нашего времени», тщательно собирал как при жизни, так и после смерти поэты его рукописи и перернохранил их, продолжал публиковать неизвестные фьесы Лермонтова. Основной конкурс взаимоотношений поэт и издателя намекал в своей до сих пор не потерявшей значение статье 48 года Мануру, в общих чертах они обсуждаются во многих работах о поздно лермонтовском творчестве. Однако, в силу понятных причин, этот сюжет практически всегда рассматривается в собственно лермонтовской перспективе. Подряд случаев, когда Краевский оказывался вовлечен в издание конкретных лермонтовских произведений, история публикации которых привлекала больше внимания, чем общая стратегия издателя отечественных записей. Но если посмотреть на названный сюжет именно с точки зрения Краевского, то при таком ракурсе посвечивается целый ряд историко-литературных и литературно-фоциологических проблем, рассмотрение которых существенно дополняет наше представление как об устройстве литературной и издательской жизни в начале 40-х годов, так и об эволюции литературной репутации Лермонтова в первые годы после его смерти. В это время активность Краевского на этом проекте столь интенсивна и многоаспектна, что ее кажется возможным описать как некоторый единый лермонтовский проект, результатом которого было окончательное превращение Лермонтова в великого русского поэта и экономического автора, что, в свою очередь, не могло не приносить самых разнообразных дивидендов его издателя. Общая схема действий редактора отечественных записок и литературной газеты известна и в целом понятна. В основе этой стратегии последовательная и постепенная публикация новых текстов Лермонтова, которые параллельно обсуждаются в критических отделах тех же изданий. Естественно, тут огромную роль сыграл Белинский, но это я сейчас обсуждаю. Критические суждения Белинского, а также сами новые тексты, порождали критику журнальных инкурентов, которая, в свою очередь, провоцировала продолжение полемики на страницах все тех же отечественных записок. Таким образом, Лермонтов оказывался в центре читательского внимания, что обеспечивало интерес к его новым произведениям и вероятный успех отдельных изданий его сочинений. И эту стратегию про Лермонтову стало работать еще при жизни Лермонтова. После его безвременной гибели, Краевский также видел свои цели и цели своего журнала, поддерживая интерес публики к наследию молодого поэта, делая ставку, как и прежде, в первую очередь на публикации неизвестных сочинений Лермонтов. В этом отношении показательна реакция Краевского на трагическое известие о гибели поэта в записке Антоевскому от 4 августа 1941 года. Лермонтов убит на повал, Боря, Боря, меня как громом благодарила эта новость. Господа ради, не знаете ли вы, к кому обратиться, чтобы спасти оставшиеся после Туркаруси. Или, как сообщалось позднее, в одной из редакционных записок, заметных, извините, поднатичных записках, Некоторым образом лежит священная обязанность собрать все, что написано было Лермонтовым в течение его кратковременной жизни, и к этому упустает нас не только дружба, не только уважение к его памяти, но и общая выгода русской литературы. Краевский предпринял активные поиски неизданных сочинений Лермонтова, и в этом не успел. В второй половине 1941-го, в начале 1944-го года отечественные записки были практически монополистами по части публикации Лермонтовских стихотворений. Год перечень тех текстов, которые были опубликованы в этом мере только в отечественных записках, более нужно выделить на него ключевые, да, Лермонтовские тексты, чтобы было понятно, о чем речь. Хотя в год гибели поэта Краевский смог отыскать и напечатать только два стихотворения, это парусы желания, но уже с самого первого номера 1942-го года Лермонтовские публикации в отечественных записках шли плотной чередой. В первом номере сказка для детей стихотворение «Сосна» и «Насветские цепи». В следующих номерах «Соседка», «Умирающий гладиатор», «Тва великана», «Вояль и горш». В 1942-м году Краевскому удалось провести в печати и отрывки из демона, тоже важный образ слога. И в том же 1942-м году Краевский купил у Святослава Раевского рукопись Маскарана, которого, соответственно, не знаю. Текстовое приобретение 1941-1942-го года позволили задумать смотное трехчастное издание стихотворений Лермонтова, объединяющие эту серию посмертных публикаций со стихотворениями и поэмами, напечатанными при жизни Лермонтова. Впоследствии удачные находки 1941-го года. А тогда в грудь Краевского попал сначала ряд списков последних стихотворений Лермонтова. Это «Сон», «Тамара», «Утёс», «Выхожу один мне на дорогу», «Они любили друг друга так долго и нежно». А затем Лермонтова попадает неподлинно на тетрадь Адоевского, куда записаны все шедевры 1941-го года. И уже на основании этого, вот этих новых находок, была задумана еще одна четвертая часть общего собрания стихотворений. Да, сейчас будет готовка сводного собрания стихотворений. Сейчас я признаю какие-то... Дальше. А, подготовка сводного собрания стихотворений была важным символическим жестом, еще одно изступением канонизации Лермонтова, а также дополнительным информационным поводом для обсуждения наследия ФРН. Но, во имя выгод символических, это предприятие, безусловно, сулило издательным материальный доход. Учитывая тот факт, что организационная финансовая часть издательского процесса с 40-х годов, одна из самых плохо документированных, а сколько бы то ни было развернутые документы, на это причат редкость. Да, главное исключение, конечно, документов по посмертному собранию стихотворений Кушкина, давно опубликованные. Ну, в общем, на этом фоне все равно остается удивляться, что издательские счета на вот эти посмертные издания до сих пор не были в полном объеме введены в научный оборот. Именно об этих документах, хранящихся в деле о сочинении покойного поручика Лермонтова в Кушкинском доме, и пойдет речь в сегодняшнем моем сообщении, которое, смею надеяться, позволит составить представление об издательской экономике Краевского, то материальном конфиттале, в котором участникам издательского процесса хотелось конвертировать Лермонтовское наследие, и о том, насколько верными оказались эти их расчеты. Формально ответственным за все отдельные издания Лермонтова, начиная еще с первого издания «Героя нашего времени», был не Краевский, но человек из их круга, это был петербургский знакомый Лермонтова, Александр Дмитриевич Киреев, родственница Гослава Раевского. Киреев в свое время начинал как литератор, писал стихи, переводил типу лагерации, а с 1932 года во выходе в отставку занял привлекательную должность управляющего Петербургской театральной конторой. По театрально-типографским делам, в частности, организация подряда напечатания театральных афишек, это довольно прибыльное предприятие, Киреев был хорошо знаком с Ильей Ивановичем Глазуновым, владельцем у связной типографии, и с его зятем и компаньоном Иваном Николаевичем Пушинниковым. В их типографии, с 1937 года называвшейся типографией Ильи Глазунова и компании, Киреев напечатал все издания Лермонтова, имея дело главным образом Пушинниковым. Несмотря на свою формальную непричастность, ключевой фигурой в деле лермонтовских изданий несомненно был Краевский, который выступал в роли редактора и составителя собраний. Так, например, сохранился цензурный экземпляр первой части посмертного издания стихотворений с пометными добавлениями Краевского, которые, эти дополнения, они писаны с рукой писца отечественных записок. Более того, собственно, все эти стихотворения, которые Киреев печатал в собраниях на сочинении посмертных, первоначально печатались в отечественных записках, и, разумеется, все это могло происходить только по желанию и при прямом участии Краевского. К сожалению, финансовая сторона отношений Краевского с Киреевым здесь нам остается неизвестной, но я думаю, что Краевский не был, и в материальном плане тоже остался. О читательском и коммерческом успехе издательского предприятия Краевского и Киреева вполне костно-речиво свидетельствует закиска о количестве напечатанных цифляров сочинений Лермонтова, которую еще в 1948 году опубликовал Мануилов. Однако, содержащиеся в этом документе сведения не полны без учения других бумаг, также находящихся в уже упоминавшемся деле о сочинении покойного поручика Лермонтова. Вот эти другие документы, а это несколько довольно запутанных, впрочем, счетов об издержках и напечатанных сочинений Лермонтова до сих пор внимания не привлекают. Их я хочу продемонстрировать, потому что они позволяют с расходом счесть приход по состоянию примерно на апрель-май 1944 года и оценить предполагаемые и реальные выгоды для их созданий Лермонтова. Наиболее простое в техническом смысле и наименее затратной была подготовка не стихотворений, а третьего издания «Героя нашего времени». Третье издание «Героя нашего времени» получило консульное разрешение 14 мая 1943 года. Это издание было прямой перепечаткой второго издания «Героя нашего времени», то, которое Лермонтов еще успел снабдить предисловием и запродать Кирееву и получить за это, согласно той же сохранившейся расписке, 1500 рублей ассигнации. Учитывая, что роман довольно бойко расходился, Киреев предпринял переиздание, которое при идеальном раскладе, то есть при продаже всех экземпляров, могло принести ему 4400 рублей ассигнациями чистой прибыли. Затраты на издание, даже с учетом 10% комиссии Кушинникова, то есть максимум это могло бы быть 672 рубля, были почти в два раза меньше предполагаемого дохода. Значит, они собирались продавать книгу, ну, отпускная цена ее была, 5 рублей 60 копеек ассигнации. При продаже, как следует газетных объявлений, за книгу просили 2 рубля серебром, что, учитывая установленный в 1939 году курс, рубль серебром, 3,5 рубля ассигнациями, давала 7 рубля ассигнациями. Но книгопродавцы, которые продавали героям по 2 рубля, получали тоже, значит, некоторую прибыль, 20% очередной. Значит, по вот этим вот расчетам, которые Кушинников иногда печать не подал Кирееву, выгода от продажи всего тиража в 1200 экземпляров могла бы вот составить вот эту вот 4400 рублей. Конечно, сумма была недостижима, потому что в эти расчеты не входили экземпляры, которые поддавались в цензуру, экземпляры на подарки, которые всегда, естественно, были и есть, а также экземпляры, которые отдавались на комиссию книгопродавцам, но книгопродавцам разорялись, это тоже очень часто случилось. Но в любом случае на сумму примерно в 3,5 тысячи рублей можно было довольно основательно расчеты. Куда большие доходы по первоначальному расчету сулил масштабный замысел Киреева и Краевского стихотворения Лермонтова в четырех частях изначально они хотели напечатать его в трех частях, но вот за счет того, что в 43-м году появились новые тексты, образовался еще, наверное, не целая четвертая часть. Из счетов, которые сохранились в нескольких вариантах, издатели колебались в определении общей цены, собираясь продавать четырехтомные издания только 12, только 12,5 рублей. Что в расчете? Есть тираж 3 тысячи экземпляров, если они продают по 12 рублей, 36 тысяч рублей, или если они продают по 12,5, то это аж 37,5 тысяч рублей. Но, значит, окончательная расчетная цена составляла 12 рублей за 4 книжки, вот, собственно, этот чистовой последний счет. Но сама печать, естественно, тоже требовала вполне значительных расходов. Значит, с комиссией Ушинникова это 13 тысяч, да, но без этого 10 тысяч. Но в любом случае видно, что относительно суммы предполагаемого дохода все равно затраты были, ну, не очень значительные. То есть при идеальных продажах издание могло бы принести почти в сот процентную прибыль, да, но вообще дело очень, 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 прибыль весьма значительной в процентном отношении и в чистых деньгах. Значит, о том, насколько вот эти вот предварительные расчеты совпали с реальными продажами, позволяет судить записка о количестве напечатанных экземпляров сочинений Лермонтова, которая была составлена примерно в апреле-майе 44-го года, когда три части стихотворений уже активно продавались, а четвертая еще не поступила в продаже. Значит, на момент составления счета, да, вот, значит, о проданных экземплярах издания продавалось всего только, ну, чуть больше года. Самое раннее объявление о выходе трехчастного собрания стихотворений датируется 13 января 43-го года. Значит, за этот год было продано 1138 экземпляров по 10 рублей, да, значит, это тоже они получили, то есть на хорошие деньги, да, 11380 рублей. То есть, ну, это, да, при том, что еще ни одна книжка из четвертой части не продавалась, да, я продавалась довольно много. То есть, если, ну, вообще не считать денег, который, значит, получил кушильник по комиссии, то издание это практически окупилось. Я сейчас потом покажу общие расчеты общей прибыли. Значит, с героем нашего времени это все оценить сложнее. Дело в том, что в записке о проданных экземплярах там учтены общие продажи всех трех изданий романа. Значит, за 40-й, 43-й год было продано 2088 экземпляров, да, на общую сумму, как вы видите, 11, ну, в общем, 11,5 тысяч рублей. Да, это практически, это сумма, ну, количество проданных экземпляров практически соответствовало целокопному тиражу двух изданий. Но они, значит, продавались, на самом деле, одновременно, еще потом, в позднейшие годы, можно было одновременно выставлялись и первое, второе, третье издание. Так что вот определить, какая часть, значит, какого тиража была продана, значит, невозможно. Значит, тут мы видим, сколько было получено денег за продажу, соответственно, трех изданий. Но здесь труднее точно рассчитать, собственно, затраты на печать, потому что у нас сохранился счет только на третье издание. Но, значит, исходя из того, что они были одинаковочным форматом и отличались, ну, второе, третье издание только наличием предусловия. То есть, ну, с этой точки зрения, затраты должны были быть одинаковы. Но, учитывая, что совокупный тираж первых двух изданий ровно в два раза больше издания третьего, то можно примерно составить, ну, прикинуть, сколько было потрачено, соответственно, на, сколько было затрачено на все эти самые, все три издания. Так, вот здесь, значит, я попыталась посчитать, вот, значит, ну, соответственно, на печатание третьего издания стоило, значит, 1600 рублей, соответственно, первое, первые два издания вошлись, соответственно, в примерно 3 300. Потом известно, что Лермонтов за второе издание получил деньги, вот они уже здесь посчитаны. Вероятно, примерно такую же сумму он должен был получить и за первое издание «Героя нашего времени», но об этом у нас нет никаких сведений, но тоже, значит, мы это заложим. И, опять же, Кушинников издатель получал деньги с просьбых экземпляров. И, в общем, если посчитать общие затраты, то получается, что три издания «Герои нашего времени», ну, примерно, пошлись вот в 9 тысяч рублей. Соответственно, как можно, в общем, видеть из общих расчетов, «Герои нашего времени» за три года продаж принес, ну, вполне такую неплохую прибыль, да, почти, значит, две с половиной тысячи рублей, значит, две шестьсот, если, значит, это все в ассигнациях. А стихотворения, значит, соответственно, Лермонтова пока на вот этот момент не окупились, но все-таки баланс в минус 44 рубля – это баланс безначительный. Потому что как только начала продаваться четвертая часть, очевидно, что прибыль начала, опять же, расти. И вообще, если бы считать, сколько они еще могли получить, значит, если бы они продали весь тираж, то суммы получаются весьма и весьма заманчивые сейчас. Вот, они еще, в принципе, могли выручить вот такую огромную сумму, еще, значит, 31 тысяча рубля. Деньги, на самом деле, очень, очень большие. Таким образом, очевидно, что, значит, уже в начале 44-го года стало понятно, что издание – это прибыльное. И прибыльное весьма и весьма. О том, что издание ощущалось как успешное, свидетельствует и язвительные выпады конкурентов, ну, конкурентов отечественных записанных, я имею в виду, потому что в библиотеке для чтения, например, Семковский неоднократно писал о том, что вот это вот издание затеяно не вот с благородными целями, а с целью спекуляции. Вот, например, как он писал в рецензии на 4-й, на вузу 4-й части стихотворения Лермонта. Спекуляция тотчас оскорляет из забвения все эти пробы юного дыра, перемешивает их с хорошими клизменными сочинениями, составляет из этого безпустную кашу и издаёт её, как говорится, в изданке, до продавшихся в слоге в трёх частях. Новый изданеца, в три части вместо вкус, в портрет от завтра пойдёт, вот и вся история. Или тоже в другом месте, опять же, Семковский прямо говорит, что, ну, кто-то купил собрание сочинений, Лермонтов, и теперь подаёт эти самые посмертные издания в расчёте получить значительную приют. Но понятно, что все эти журнальные нападки на издания, на которые с удовольствием и с пафосом и регулярно отвечал от имени редакции отечного описания Беринский, едва ли могли повредить издательскому предприятию Киреева-Краевского. Напротив, они создавали издания на точку рекламы. Казалось, в начале 44-го года, очевидно, Кирееву и Краевскому казалось, что всё удалось в чрезвычайной степени удачно. Издания пришла подносить прибыль, которая с годами могла только пройти. Но удар по коммерческим планам издателей пришёлся совершенно с другой стороны, и, судя по всему, весьма для них неожиданно. Не успели они в полной мере оценить возвращённое обретение записной книжки Адоевского с последними издательствованиями Лермонтова, как примерно в то же самое время в губернском городе Туле, если слегка перефразировать известное сочинение современника описанных событий, происходило событие, которое готовилось обеспечить неприятность положения нашим героям. 9 февраля 44-го года Гелена Петрова, дочь, гражданная Лермонтова, жена коллегского ассессора Виолева, приходившаяся покойному Тенгемского полка породчику Михаилу Юрьевичу Лермонтову родной парк за тёткой, представила в Тульскую палату гражданского суда на имя надворного советника Григория Васильевича Алядина верящее письмо следующего задержания. Милостивый государь Григорий Васильевич, из прилагаемого при всем свидетельства Ефремовского уездного предварителя дворянства генерал-майор Ильина, вы усмотрите, что я и сёстры мои из дворян делится Александра и Наталья Петровна Лермонтова со своим покойным у Тенгемского полка породчику Михаилу Юрьевичу Лермонтову родными парца тётками. Между тем, в Санкт-Петербурге издано пять книг его сочинений, на которых по закону имели я со значенными сёстрами моими исключительное право. Ко всему я покорнейше прошу вас, милостивый государь, принять для себя труд, дознать прямо от издателей сочинений покойного Лермонтова о надлежащих доказательствах, на основании которых они издают оные и куда именно обращают вырученные продажи деньги. И если они, имея законный письменный акт от него на право издания некоторых произведений, изъявляют желание расчестным миролюбивым образом с нами, то предоставляю вам войти с нею в соглашение на известных вам кондициях. В случае же открытия вами самогольного издания всем или даже некоторых произведений Лермонтова, предоставляю вам обратиться в надлежащее присутствие местной реклицам властимеющим с ходатайством о защите законных прав моих сёстрами на исключительное позволение как изданными, так и сдающимися сочинениями племянника моего угоданутого Лермонтова и о взыскании создателей вырученных продаж от них денег на удовлетворение меня с сёстрами моими. Получив ряд других тёток Лермонтова, Александра и Наталья Петровны сходную бумагу надборный советник Алянтин стал предпринимать решительные меры, чтобы выяснить обстоятельства выпуска изданий, поправших наследственные права его доверить. В первую очередь, грозный запрос был направлен непосредственным издателям, имя которых стояло на титуле всех посмертных книг. Это купцы Глазунов и Пушинников. Пушинников, в свою очередь, показал, что издатель сочинения Лермонтова есть Кириллев, и что он по поручению последнему, не основанному ни на каком акте, производит одну только продажу книги. Значит, там уже говорилось. 23 апреля 1944 года последовало официальное письмо по месту службы Киреева в контору Санкт-Петербургских императорских театров. Писал туда Санкт-Петербургской городской полиции пристав следственных дел 4-го опералтейской части. В общем, дело серьезное. Который покорнейше прозил контору театра отобрать надлежащие ответы от господина коллегского советника Кириллева и потом доставить конные вместе с документами, позначенную полицейскую чай. Интересовшие приставы вопроса заключали следующее. Справедливо ли, как купец Пушинников объяснил в ответах своих, что издатель сочинения Лермонтова, значит, есть Кириллев, и что он по поручению вашему не основанному ни на каком акте, производит одну только продажу книг? Если показания Пушинникова справедлива, то в силе сполна имеется у вас сочинение Лермонтова, заключающиеся в разных стихотворениях исторических романов, из коих один подзаглавен герой нашего времени. Сколько именно экземпляров по настоящее время выпущено и продано вами? Какие места и каким лицам? Когда? На какую сумму и за какую цену каждый экземпляр положит вами в продаже? И имеете ли на то законное право или формальный документ, законно-то следует совершенный? Если имеете, попрошу вас доставить его в кабинет для общения к делу. Значит, да, в противном случае прошу объявить, чем именно вы руководствовались в выпуске и продаже сочинения Лермонтова, было ли на это разрешение местного начальства и на каком основании таковое последовало. Одни ли вы или кто другой участвует с вами в выпуске тех экземпляров, сколько по сие время таковых выпущено и сколько затем остается на лицо, а значит, при этом случае сумму, полученную вами за все издания Лермонтова, по долгу чистой совести. Прямые ответы Киреева в деле не сохранились, однако все считанные издания, которые вот я здесь показывала, а также расписка Лермонтова о продаже Киреева прав на второе издание «Герой нашей времени» были представлены к рассмотрению этого самого полицейского призма. Строго говоря, Киреев имел подтвержденное Лермонтовской распиской право на печатание только второго издания «Героя нашего времени». Третье издание романа. Как и четыре части стихотворения, он печатал на собственный страх и риск, потому что по закону, ну в частности, это было прописано в цензурном уставе, а также в разных положениях о правах автора. Авторское право в течение 25 лет принадлежало наследникам, если не было продано или передано другому лицу. Нельзя сомневаться, что об этом помнил и Краевский, но который был, естественно, воплечен еще в издание посмертного собраничника Ушкина, и Глузунов, который, например, специально представлял в цензурный комитет договор с наследницей Песхожего Марлинского, когда захотел перепечатать несколько томов его сочинений. Мне кажется удивительным, как, значит, такие ловкие люди, как Краевский и Киреев, не подумали о том, что у них могут быть с такой спиратной проблемой. Но кажется очень вероятным, что петербургские знакомые просто могли и не знать до этого момента, или просто забыть о существовании польских тетушек, с которыми Лермонтов поддерживал, ну, разве что переписку, но это и тот, опять же, неизвестно, никаких взаимных переписок не сохранилось. Известно и дело, что Лермонтов заезжал к этой самой тетке Виолевой по пути в последний раз на Конкасс. Бабушка же Лермонтова, хорошо знакомая, собственно, издателя, во-первых, скорее всего, никогда бы и не стала высказывать притязания на доходы с изданий, а главное, что по закону о наследовании она не имела, собственно, никакого права, потому что родственники по восходящему, в общем, тетушке были более близки к родственникам восходящей линии, а по закону они перекрывали дальнейшее восходящее. Но и бабушке, собственно, эти деньги были не очень нужны, ее финансовое положение, уверенное и, значит, твердое, тоже хорошо известно. А турские тетушки, которые были владельцами маленького недоходного кропотова, напротив, очень нуждались в деньгах. Одну из не менее, естественно, было заложено, и заложено давно. Еще, мне кажется, вот какой здесь важный процесс. В 1937 году эта самая вот тетка Фиолева выкупила у Лермонтова его долю в кропотове за 25 тысяч рублей ассигнациями с рассрочкой на 5 лет. И, соответственно, вот за это время, с 1937 года до его смерти, успела выплатить ему значительную сумму. Естественно, эту сумму ему не пришлось платить, ну, в общем, если бы они подождали какое-то время, потому что они были наследниками, да, получается, что такие деньги были изкрачены пустую при том, что, в общем, доходов у них, в последнем, тоже не было. Ну и очевидно, что, в общем, у них были все резоны и законные, и, значит, моральные, так и хотеть получить эти цели с забывчивых и нерасторонных издателей. И их расчет весьма оправдался слегкой. В конце июня 1944 года ловкий поверенный Алянджин заключил с Киреевым, значит, некоторое полюбовное соглашение, по которому, значит, Кирееву было выгодно заднее число позволение печатать лермонтовские, значит, эти стихотворения. Потом ему было разрешено издать и пятую часть, если еще обнаружился какие-то тексты Лермонтова. Но, что касалось, значит, пятой части, то ее коммерческий успех никак не должен был ограничивать права тета. В том смысле, чтобы они захотели кому-то еще продать собрание сочинений, но нераспродажа вот этой пятой части никакой не повлияла на это. Значит, за вот это мировое соглашение, по этому мировому соглашению, что Киреев, значит, много, теперь у него были все права течаток Лермонтова, и другие тоже его, значит, сочинения, он должен был заплатить теткам 4285 рублей с копеек с евро, это 15 тысяч рублей ассигнации, да, огромная, в общем, огромная сумма, да, в общем, да, не очень, конечно, понятно, каким образом именно они к этой сумме пришли, вероятно, был просто, значит, фиксированный гонорар за вот каждые четыре частей и издание героя нашего времени, или они, опять же, прикинули общую прибыль, да, ну, как бы, может быть, вот, значит, тут видеть, да, это примерно те же 30 тысяч, а это половина, но очевидно, что вот этих денег, 30 тысяч, Киреев и Кушетников не получили никогда, потому что издание полностью, естественно, далеко полностью не раскупилось. Еще в 50-е годы бы каталогов «Смертина» числились все посмертные издания, все это можно было купить, значит, а сумел ли Киреев и Краевский за какое время продать еще примерно, и нужно было, понимаешь, я прикинула, еще по тысяче экземпляров героя продать и тысячу экземпляров стихотворений, чтобы только покрыть те убытки отпечатания и от выхода последнего. Удалось ли это сделать, это, к сожалению, неизвестно. Но, несомненно, конечно, одно, что, значит, вмешательство теток и вынужденная выгода подорвало экономические планы и публикаторские интересы Краевского тоже. Если раньше публикации возящихся на записках, значит, сулили какие-то дальнейшие отдельные издания, барыши, то с этого момент стало понятно, что сколько ни печатай в отечественных записках, значит, только будешь отрабатывать старые долги. И случайно, может быть, с весны 44-го года отечественные записки на много лет прекратили мупликацию каких будто не было неизвестных произведений Ермон Таванта. Спасибо. Спасибо. Можно включить? Ну, пожалуйста. Ну, прошу вопросы. Наташа. По небольшой, скажите, а когда Сологуб печатал, были или приманкали. Значит, Словут на 45-м году. Да, я понимаю. Дальше там была тоже еще очень большая история. Этот самый вот поверенный, просто это уже никуда естественно не влезалось, поверенный Аляптин, он обязался охранять права теток и Киреева, значит, на право публикации. И он подавал в кучу инстанций прошение о том, чтобы вообще всем теперь запределить, печатать Бермонтова вообще, а чтобы только печатал Киреев. И что они хотели нагрузить этим делом петербургский цензурный комитет, что как только к вам что-то поступает, вы говорите так, все, из нас сегодня возвращаем, отдаете Кирееву, пусть Киреев печатает. Но цензурный комитет воспротивился моментально. Никитенко огромную речь написал, почему он считает, что это решительно невозможно, чтобы цензурный комитет в это входить не намерен. И Алявзин, значит, и Уварова писал, ну а ему тоже, значит, такой был ответ, что мы в это не будем ходить, осудитесь. Но, видимо, тут они и отступили. И публикации вот во вчера и сегодня происходили, и в библиотеке для чтения еще печатались. И, ну там были цензурные претензии, но это были собственно цензурные к стихотворениям, а вот по этой части нет. То есть все-таки графьям оно легче. У меня мелкие попутные замечания. Любопытно, что предшествующее громкое дело аналогичного характера, дело о присвоении Бугарина доходов от издания горя от ума, тоже разбирается в Тульской губернии. Такое ощущение, что Тульская губерния – это такой островок законности в море пиратов. Но на самом деле это вообще может быть и не просто совпадение, а действительно наличие там некоторого прецедельника. Еще одно любопытное обстоятельство. Собственно, попытка запретить печатать Лермонтова вообще не была чем-то из ряда год выходящим. Потому что, напротив, как раз в 1931 году, когда поднялся скандал вокруг горя от ума, собственно, Алладину запретили даже цитировать большие фрагменты горя от ума из своей статьи просто вообще об этой пьесе, сказав, что поскольку пьесами напечатана все права у наследников, то и цитировать ее бы не позволили. То есть в 1931 году цензурный комитет повел себя совершенно иначе, чем в 1945 году. Это было существенное изменение политики. А третье мое мелкое соображение заключается в том, что, по-моему, вырисовывается большая очень интересная работа про собственную запулисьмную сторону государственного дела, но я бы, исходя из некоторых соображений жизненной мудрости, не полностью верила тем считам, которые издавляют типографчики, предполагая, что там тоже есть волшебное слово Приморска. То есть необходим компаративный анализ, который, собственно, для других стран проводили и действительно приписки эти обнаруживали, да? Спасибо большое. Да, все совершенно так. Тут вот с этими счетами там, я даже не понимаю, почему у Лимануэлова это не написано раньше, потому что там и они сохранительно в трех экземплярах, черновой, дыровой тут пишем, значит, тут меньше, больше. Я вот цитирую тот счет, который написан вот явно парадным таким вот почерком, как бы окончательный, который, ну, вообще, они там в суде показывали, но вообще понятно, что тут они могли бы писать больше, чтобы увеличить свои расходы. Но, в принципе, вот эти, ну, все суммы, они более-менее по всем этим вот трех счетам проходят, так что, ну, конечно, где-то тут приписка имелась. И, конечно, я уверена, что Краевский тоже что-то с этого получал, какие-то явные деньги, потому что, в этот момент у него жуткие проблемы. К Каткову он не может пятьсот рублей послать, просто, ну, вот, в течение года он его обманывает, возит занят, занят, пишет письма. Вот. А что, кстати, говорит, ну, спасибо, очень интересно. Еще тут вот, еще тоже, ну, параллель, которая просится, это, ну, история, естественно, пушкинского посмертного издания, охрана прав на Пушкина, как это тоже там было сделано. Вот. Ну, просто тоже, естественно, куда не помещалось, но я тоже это имею в виду, вот. Спасибо. Еще? Реплика, ну, полусерьезная. Ну, вот, как это советская мифология известна там, вот, это, по-моему, Сергей Николаевский, когда еще работал в издательской художественной литературе, говорил, что самый страшный персонаж – это писательская вдова. Страшнее ничего. А это, так сказать, ваша замечательная гота, творящая и функционального подхода, то есть нет вдоволь. Но ее, представитель, заменяет тетку. Да-да-да, тетушке тоже были. Ну, вот, без этого болтоза. А вам совсем, да, то есть, как-то документов нет, отмена, что Арсения бы реагировала. То есть она была инициатором того, что разошлись родители, а тут вот вдруг вот, тетушки. Ну, все-таки есть и такая тоже, да? Родители не разошлись, потому что не было. Вы знаете, просто, опять же, следует вам такая проблема, что, ну, он документально, как ни странно, очень плохо все известно. Вот нам на поверхности, по крайней мере, каких-то писем бабушки вокруг этого нет ничего. Нет, может, это было? Сейчас. Да, извините. Спасибо огромное. Спасибо.